Продолжение следует... Я хотел бы обсудить эту тему и о том, как мы должны действовать, как препятствовать фальсификациям на выборах. Вы все, наверное, знаете, что за всю историю независимости Казахстана Назарбаев у власти уже через несколько месяцев будет как 30 лет. За 30 лет не проводились никогда выборы честные, открытые, в которых могли бы участвовать конкуренты, получить доступ к телевидениям, газетам и свободно рассказывать о своих программах. То есть за 30 лет не было ни одного выбора, в котором люди могли бы участвовать свободно, открыто, не опасаясь репрессий. И выборы всегда обычно происходили по следующей схеме. Когда никто в стране не подозревает, что должны пройти выборы, обычно минимум за год до реальных выборов, которые должны были пройти по Конституции, Назарбаев проводил досрочные выборы, каждый раз находя какие-нибудь поводы. Ну, обычно он говорил, вот сейчас ситуация экономически ухудшается, нам надо сейчас провести досрочные выборы, я хочу получить лимит доверия у народа. И все приблизительно в этом же ключе и всегда ситуация была с выборами так, что она связывалась с ухудшающей экономической ситуацией в стране. И это было все 29 лет. Вот только так, по-другому ни разу не было. Один раз в 1995 году Назарбаев провел так называемый референдум по всей стране, который он продлил свои полномочия до 2000 года. И между 1995 и 2000 годами он все время регулярно говорил, что это его последний срок, что он больше не будет участвовать ни на таких выборах. Есть известное видео, где он говорил, что он не железный, вот он все будет по Конституции доработать до 2000 года и все. На самом деле уже в 1998 году, в сентябре, приблизительно в конце сентября, были объявлены досрочные выборы, которые состоялись в январе. И где-то 10 января мы все голосовали в 1999 году. И тоже они были объявлены досрочно, как минимум за год раньше. И так было последующими выборами, так было с Конституцией, он вносил любые поправки, где буквально за несколько часов вносились изменения. Обе палаты нашего парламента голосовали. И, в общем-то, как вы знаете, даже были какие-то реальные кандидаты, они не успевали приготовиться, потому что он выборы объявлял досрочно. А до того, как он объявлял эту дату, он ездил по регионам, как президент страны, рекламировал себя, полностью отработав. И потом после этого объявлял дату выборов, но при этом успевал несколько месяцев по стране поездить, рассказать о себе, рекламировать. И кандидаты, в свою очередь, ничего не успевали сделать, не говоря о том, что он не давал им доступ на телевидение, газеты, глушил их возможность собирать средства от населения. То есть вот таким образом он искусственно выбивал конкурентов. Ну и, собственно, на сами выборы никто не допускался. Создали вот так называемый комитет по языкам, который проводил экзамены и вышибали конкурентов. Вообще ни в одной стране мира таких комитетов, комиссий не существует. Это народ сам должен решать. Устраивает этот кандидат? Нет. Владеет он государственным языком? Нет. Готов он за него голосовать или нет? Это народ решает во всем мире. И это вот в Казахстане и каких-то вот таких авторитарных странах вот такое изобретение. Придумали. И комиссия там из нескольких человек берет экзамен. Вот. И реально знающий язык выбивались. Масса было кандидатов. Там Касымов. Еще был эколог там. Он тоже. Они вообще не владеют казахским языком. Тем не менее они попадали, участвовали. Вот. И поэтому он придумал масса всяких схем, которые не позволяли реальным кандидатам участвовать на выборах. Вплоть до того, что налоговая находила зацепки, говорил там один тенге, здесь не отразили, здесь датчик какую-то не показали. И таким образом все конкуренты реально вышибались. Ну, очевидно, что выборы будут, опять же, сфальсифицированы. Реальные кандидаты, даже если вдруг они появятся, не будут допущены к выборам. Используя или вот эту комиссию по языку, или еще какие-то рычаги, реальные кандидаты будут вышибаться полностью. Предыдущие выборы именно так и прошли, когда тоже все какие-то потенциальные кандидаты были выбиты. И были просто подставные люди, которые в итоге, в конце, когда надо было голосовать на выборах, выходили и говорили, я голосую за Назарбаева. То есть люди, которые шли на выборы как конкуренты, в день выборов бросали в урну бюллетени, говорили, я голосую за Назарбаева. Ну, это просто комедия была. Поэтому понимаете, что и в этот раз никаких выборов не будет. Сейчас система еще более жестче стала, Назарбаев в тени свои, что называется, боится. Вот люди сегодня даже еще не успели подойти к «Космонавтову-62» в Астане, где приехала парламентская делегация Евромиссия. И там уже стояла полиция, никого не пропускали, задержали сегодня журналистку в настоящее время, потом извинились, отвезли ее обратно. Какая-то женщина там была в белой футболке, ее зацепили, и она осталась в отделении полиции. Вот, собственно, вы же понимаете, если уж человек боится просто белого цвета или просто синего цвета, то очевидно, что на эти выборы, которые будут объявлены безусловно досрочно, никто из потенциальных, даже слабых кандидатов, даже того, кто народ Казахстана не знает, они не будут допущены. Будут допущены те кандидаты, которые управляемые, им дадут возможность себя немножко порекламировать, они будут рассказывать, что они уважают Назарбаева, уважают Даригу Назарбаеву, но, тем не менее, они вот свои кандидатуры выставляют. Мэл Силюсизов вот так умудрился, объявив себя кандидатом, участвовал на выборах, в день выборов взял бюллетень, бросил в урну и сказал, я голосую за Назарбаева. Вот комедия, вот такая комедия, еще большая, еще более жестокая, ожидается в ближайшее время в Казахстане. То есть не будет ни одного реального кандидата, самого слабого, самого неизвестного. Будут только подставные кандидаты. И вот, соответственно, телевидение, газеты будут рекламировать только Даригу Назарбаеву, будут рассказывать об успехах Нурсултана Назарбаева, что Дарига будет продолжать этот курс, что страна, при ней, именно вот папа не успел, 30 ведущих стран мира, он и 50 не успел. А вот Дарига, вот она современная, она умная, вот она, значит, песни поет, тут и вице-премьером была, и сенатор она, в общем, такая распрекрасная, куча детей. И вот она богатая, сама заработала деньги, неизвестно как, правда, но, в общем, вот так вот, да, что она умная, что она ценится за рубежом. Ну, в общем, вот такие байки будут лечить наш народ. Ну, чтобы у нас же общество патриархальное, и основная часть населения не видит, что женщина может руководить страной. Поэтому и эта часть тоже будет отрегулирована. Появятся обязательно женщины и кандидаты, как минимум два человека, три человека. Вообще обилие будет женщин в этот раз на предвыборной программе. Вот, и они будут себя рекламировать, показывая роль женщины, очень важную роль женщины в обществе. И вот, собственно, на их фоне Дарига должна победить. И этих женщин, всех мужчин, она должна показаться вот как мать-спасительница нации. Вы знаете, что кандидат в президенты, он должен проработать на госслужбе не менее пяти лет, прожить внутри страны не менее пятнадцати лет. И фактически, если госслужба, это обязательно быть фактически членом партии Нур-Атан. Так что здесь случайных людей в этот раз не будет. Даже вот такие какие-то люди, которые захотят участвовать, у них не будет необходимого стажа работы в госорганах на каких-то ответственных постах. То есть он фактически страну так выхолостил, что реально на выборы будут иметь право участвовать только Нур-Атан и только партийная верхушка. Ну, то есть он сам, член его семьи, его близкое окружение. Все остальные просто будут выбиваться из этого процесса по разным причинам. Скорее всего, Аким в Южно-Казахстанской области будет, а сейчас в Туркестанской области он будет, какие-то женщины будут. В общем, вы увидите, что в ближайшее время этот цирк будет объявлен. Но как будут происходить выборы? Сначала пару месяцев Назарбаев будет ездить по всем регионам. Да, Рига Назарбаева. Она будет позиционироваться как сенатор, который ездит по стране по важным вопросам. Ну, например, она сейчас там международные оборонные комитеты возглавляет. Вот она будет ездить, рассказывать о важности нашей армии, правоохранительных органов, о том, как мы должны выстраивать правильные международные отношения. Вот ее будет сейчас показывать. Умные, важные, значительные. Вот, собственно, она недавно поддержала так называемых афганских женщин. Она сказала, что Казахстан выделяет 50 миллионов долларов, чтобы афганские женщины получили образование в Казахстане. Ну вот, будут два месяца ее рекламировать. А потом, когда начнутся выборы, там вообще интенсивно будет рекламироваться сама Дарига. Но за эти два месяца они постараются сделать ее образ такой очень сильный, чтобы наша страна поверила, что да, перед ними очень серьезный продолжатель дела Назарбаева. Вот, собственно, так будет дело раскручиваться. Конечно, Назарбаев, когда будет слушать вот это выступление, читать мои статьи, а, безусловно, ему докладывают, он может немного отложить дату, чтобы сказать, а вот Мухтар уже, что называется, прокололся, сказал дату, сказал время, что в этом году, а мы давай проведем чуть позже. Он любит такие приемчики делать, когда чувствует такое давление, он как бы обманывает и передвигает сроки. Ну и срок, который он может передвинуть в март следующего года. Но, на самом деле, досрочные выборы неизбежны. Он сейчас в таком возрасте, когда умереть может неожиданным образом. Вот как, собственно, Каримов в Узбекистане, раз неожиданно умер, и все, никто не ожидал. Человек в этом возрасте, казалось бы, ему врачи скажут, что в состоянии здоровья нормально, он может умереть по любому поводу, неожиданно. Это вот в таком возрасте случается. Но, на самом деле, он находится сейчас, не он сам лично, а вся его семья находится в зоне риска. И, конечно же, Дарига и другие члены семьи все время при неформальных встречах ему говорят, что вот, завтра вдруг что-то с тобой неожиданно случится, нас отодвинут, и потом к власти придет, например, Карим Масимов. Он наиболее реальный, под ним находятся спецслужбы. Очень много людей он расставил в госаппарате на разных уровнях, Акимов в областей, в правительстве и так далее. Поэтому у него сейчас наиболее высокое влияние. С ним конкурировал именно с точки зрения влияния на Назарбаева Адельбек Джахсабеков. Руководитель администрации президента был сейчас. Сейчас его отправили с формулировкой, что по достижению пенсионного возраста, возрасте 64 лет, интересно, что самому Назарбаеву 78 лет, а он отправляет по достижению пенсионного возраста 64-летнего руководителя администрации. Так вот, Джахсабеков, он был тоже влиятельный, влиял на Назарбаева, не меньше, чем Карим Масимов. Но теперь он уже фактически ушел в свою компанию Цесна. И у Карима Масимова сейчас влияние личное еще больше усилится. И в этой ситуации, конечно, если завтра неожиданно случится что-то с Назарбаевым, у Карима Масимова наибольшие шансы возглавить страну. Он в альянсе находится с Хасимжамартом Токаевым, который председатель Сената. И по Конституции, в случае неожиданной смерти Назарбаева, его место должен занять Хасимжамар Токаев. Но Хасимжамар Токаев, как я говорил, это просто мебель, его куда поставить, там и стоит. Лишь бы его не трогали, давали иногда вкусно поесть, красиво одеться. Ну, такое, скажем, пустое существо. И, конечно, он войдет в альянс с Каримом Масимовым. И в этой ситуации, когда неожиданно завтра что-то случится с Назарбаевым, у Карима Масимова наибольшие шансы. Это окружение Назарбаева хорошо понимает. И как бы они его не затирали, он сейчас очень нужен Назарбаеву. Он хранит большие его секреты, услужливый. Все время клянется его верности, говорит, что он помощник Назарбаева и все прочее. И поэтому, чем больше будет тянуть Назарбаев с досрочными выборами, тем опаснее ситуация для членов его семьи. Ну, и Дариге, и его третьей семье, от которого у него двое детей. От мисс Астана, так называемая, да? Асиль. Это его третья жена. Так вот, если он даже эти выборы отложит до марта месяца, то реально каждый день под риском будет находиться семья, что власть будет перехвачена окружением Назарбаева, так же, как в Узбекистане. Ну, а в Узбекистане известно, что Мерзияю, который стал президентом страны, он расправился с семьей Каримова, Ислама Каримова, посадил в тюрьму дочь Гульнар, арестовал все ее имущество. У второй дочери он принудил ее передать какие-то активы. Поэтому в Казахстане будет такая ситуация, я бы даже сказал, будет более жесткая ситуация. Если Карим Масимов придет к власти, он сначала потратит небольшое количество времени, чтобы укрепиться, расставить своих людей, и потом начнется расправа над членами семьи Нусултана Назарбаева. Это неизбежно. Это всегда происходит в авторитарных странах при переходе власти. Сейчас по новому закону дается время до того, чтобы состоялись день выборов. Месяц дается на то, чтобы кандидат мог рекламировать себя, свою программу и так далее. Всего месяц. Поэтому, скорее всего, это будет объявлено о досрочных выборах в ноябре. Но Султан Назарбаев постарается до 15 декабря провести выборы, чтобы Дарька победила. И Новый год, чтобы мы услышали поздравления с Новым годом уже от Дарьки Назарбаева. Вот, собственно, вот такой у него план, который может быть сдвинут на март месяц. Но это, конечно, вероятность не очень высокая. Но это возможно. Скажем, я еще раз говорю, что такого рода ход только ухудшает положение семьи Нусултана Назарбаева. Поэтому он будет стараться сделать это как можно раньше. Если это до марта будет отложено, значит, выборы пройдут в начале марта. И 21-22 марта новый президент будет поздравлять с праздником на Урыс. Вот такие планы у Нурсултана Назарбаева. Здесь хорошая новость, что эфир не блокирует, говорят. Это очень хорошо. Действительно, сейчас приехала делегация из Европейского парламента. Конечно, если будет заблокирован интернет, сразу прозвучит, что Казахстан блокирует интернет из-за выступления чата активист ДВК Мухтара Блязова. И мы постоянно об этом говорим в Европе. Но вот, собственно, сегодня, видимо, власть не хочет показывать, что это происходит на самом деле. Я хочу предупредить, что завтра я тоже буду в эфире выступать. Завтра тоже будет делегация Европарламента, но уже в Алматы. И, судя по всему, власть не будет отключать интернет и завтра. Ну, а в среду обязательно отключат, когда уже делегация улетит из Казахстана. Но тем хуже для них, потому что мы это зафиксируем. И опять международные организации различные, они тоже вместе с нами это зафиксируют и скажут, вот вы пока там были два дня в Казахстане, интернет не выключали. Уехали, сразу выключили. Вот, собственно, лицо режима лживое, обманывающее постоянно, рассказывающее о своих достижениях. Это декоративное демократии, демокративное государство, декоративное государство, которое реально владеет, но султан Назарбаев и ведет себя как хан владелец целой страны. Я раньше говорил, что не нужно радоваться, что Шал там, у него здоровье слабое, что вот-вот он умрет и так далее. Ничего это не изменит, потому что к власти придет окружение Назарбаева, и народ наш так устроен, будет опять ждать, что, а вот, может, вот этот новый человек пришел, все изменит и так далее. Ничего не изменит, потому что, если не придет Дариган Назарбаева, то к власти придет кто-то из ближайшего окружения, но султан Назарбаев, как Карим Масимов. Карим Масимов сейчас возглавляет Комитет национальной безопасности, занимается теми самыми репрессиями против активистов ДВК. Он давит всех, журналистов, активистов, любого человека, кто имеет самостоятельное мышление. И, конечно, когда он станет президентом страны, эта политика будет продолжаться с той же самой энергией и силой, которая была принята у султана Назарбаева. Может, кто-то скажет, что вот, мы будем, может быть, лучше будем жить, а с чего вы это взяли? Карим Масимов дважды был премьер-министром, при нем были девальвации, развал экономики, развал банков. Именно все самые тяжелейшие ситуации, которые возникали в экономике, возникали в тот период, когда правительство страны возглавлял Карим Масимов. Вот здесь я вижу комментарии, что вот если Карим Масимов будет у власти, тогда война. О чем вы говорите, ребята? У нас вон люди не могут выйти по любому поводу, боятся. А то вот Карим Масимов придет, война. С чего вы вдруг взяли, что она вдруг война? Вот. Люди вообще всего боятся. Наша цель объединить людей. Именно для этого мы создали этот чат. Именно с этой целью создалась организация демократических выборов Казахстана. Мы должны собрать 5% самых продвинутых, самых бесстрашных людей Казахстана. Это мировая статистика, что изменения лучшие, передовые делают не более 5% населения. 5% это около миллиона человек. Поэтому, когда я говорю, что мы соберем миллион, я ориентируюсь на самую энергичную, самую продвинутую часть населения. И хочу отметить, что эти 5% в основном будут жить в городах. Потому что все изменения, все акции протеста будут происходить в городах. Не в селах, а именно в городах. Люди из села, если доберутся, то единицы доберутся. А нам нужны десятки тысяч. Эти десятки тысяч живут в городах, а не в селах. И вот мы должны найти своих сторонников, эти 5%, чтобы добиться изменения. И нам нужно их приглашать в чат, нам нужно приглашать их в штаб. Нам нужно создавать ячейки, чтобы именно руководители ячеек собирали свои команды. И мы тогда обеспечим минимальное количество, костяк, минимум тысячу-две тысяч человек в каждом городе, которые приведут за собой еще людей. Вот к чему мы должны стремиться. Теперь я хотел откомментировать, как мы себя должны вести на вот этот период, когда будут объявлены выборы. Я хочу сразу сказать, что вообще чем больше кандидатов, тем лучше. Именно кандидатов не от власти, не подставных, а именно кандидатов реальных от народа. Пусть их никто не знает. Мы любого поддержим. Мы поддержим любого, который будет представлять собой альтернативу действующим членам этого режима. Пусть он будет слабый. Чем больше таких будет кандидатов, тем лучше. Мы всех будем поддерживать. И мы продемонстрируем, как власть их не будет пускать на выборы. Используя комиссию по языку. Используя налоговую инспекцию. Используя полицию. То есть они найдут тысячу способов, чтобы людей сбить с дистанции, чтобы они не участвовали, не были кандидатов в президенты. И это все приведет к тому, что эти люди, имеющие поддержку со стороны десятков тысяч потенциальных избирателей, они будут фактически отстранены от выборов. И эта власть нам даст повод для того, чтобы мы объединились и выразили свой протест. Поэтому, ребята, готовьтесь. Если кто-то хочет участвовать в выборах, я сам лично буду помогать. Мы будем помогать нашим политическим движениям. Участвуйте в выборах. Вас пусть будет 10, 20, любое количество. Пробивайтесь. Это очень полезно. Я просто приведу пример, как произошла оранжевая революция в Украине в 2004 году. Тогда шли выборы. И фактически действующая власть хотела, чтобы к власти в 2004 году пришел премьер-министр Янукович. Ему оппонировала демократическая оппозиция в Украине в лице Ющенко-Тимошенко. Они в связке были. Они договорились, что Ющенко будет президент, Юлия Тимошенко премьер-министром. И тогда на выборах вскрылись фальсификации. И миллионы людей вышли на улицы. Я сразу хочу сказать, что в Киеве, конечно, была другая политическая обстановка. Не говоря о том, что люди более активны. Именно их активность, умение защищать свои права, защищать своих кандидатов, не давала возможности власти расправиться с этими кандидатами. Поэтому там выборы были очень серьезные, шумные. И когда было доказано, что власть фальсифицирует итоги выборов, только в одном Киеве вышло минимум 2 миллиона человек на улице. Минимум 2 миллиона. Приехали с разных регионов, с областей. В регионах тоже были выступления людей. Вот, собственно, эти выборы обычно всегда приводят к таким исходам, когда происходит фальсификация. А в Казахстане очевидно, что будут итоги выборов фальсифицированы даже с подставными кандидатами. В Армении недавно, когда пришли парламентские выборы, до этого бывший президент Серж Саргизиан говорил, что все, вот он отработал и не будет работать ни премьером, ни президентом. Но, тем не менее, парламентское большинство вдруг проголосовало, чтобы премьер-министром был Серж Саргизиан. Собственно, вот итоги этих выборов, решения по итогам выборов по назначению премьер-министра сколыхнули всю Армению, и буквально за месяц ситуация поменялась, и власть мирным путем была сметена. У меня здесь спрашивают, во сколько и где будут в Алматы. Я не знаю, вы имеете в виду по делегации или по выборам. По делегации это отдельная тема, мы сегодня говорим по выборам. По выборам я точную дату не знаю, когда объявит Назарбаев. Я думаю, реально конец октября, может, начало ноября. И есть, конечно, вероятность, что он отложит до марта месяцы выборы, потому что это уже стало, скажем, его замысел стал известен всем. Он может такой ход сделать, но, как я говорил, это увеличит риски членов его семьи. Они, конечно, будут его убеждать. Не слушать то, что я говорю в эфире, проводить все равно, какая разница, народ молчит. Мы через колено, что называется, ситуацию переломим, и Дарега станет президентом. Он таким образом хочет, чтобы Дарега стала вторым лицом в государстве, также продолжать контролировать власть. Как вы знаете, есть закон о первом президенте, он руководитель Совета национальной безопасности, все силовики под ним. Он, как первый президент, будет контролировать власть в стране при жизни, пока он жив. Но он хочет гарантировать, чтобы в случае его смерти власть автоматически перешла в руки Дареги Назарбаеву. Вот, собственно, его замысел. И дату пока никто не знает, включая самого султана Назарбаева. Они сейчас прощупывают настроение в обществе, смотрят, поэтому дата выборов будет известна немного позже. Но я сейчас просто готовлю общественное сознание, что мы должны делать на досрочных предстоящих выборах президента Казахстана. Я еще раз хочу повторить, что эти предстоящие выборы мы должны использовать для того, чтобы добиться смены режима. Нам выборы эти выгодны, потому что в период выборов начинается активизация, приезжают международные наблюдатели. И власть будет стараться изображать вид, что выборы демократичные. Мы этот период агитационно активно используем. Мы его сейчас используем. Мы уже раньше начнем. Мы должны довести до сведений народа, что султан Назарбаев хочет оставить власть в итоге Дариге Назарбаевой. Дарига Назарбаева плохой кандидат. Такой же плохой же кандидат, его племянник Самуатапиш, которую никто на улице увидит, не вспомнит, не узнает. Вообще это люди темные, слабые. И вы понимаете, что когда в власти будут приходить такие люди, ничего хорошего не будет. Дарига Назарбаева, которая говорит, что китайский язык – это судьба казахского народа. Дарига Назарбаева, которая говорит, что надо учить китайский язык. Дарига Назарбаева, который приходит на ТЭЦ тепловой в Астане и говорит, «Ну что вы такие здесь кислые? Провели бы субботник, убрались бы. А какая у вас зарплата? 100 тысяч тенге?» И потом говорит, «А как вы на них живете?» Совершенно неадекватная и глупая женщина. Вот представьте, что будет с нашей страной, если продолжится курс, чтобы власть передавалась членам семьи Назарбаева. При Назарбаеве все валится. Тенге в ближайшее время перевалит курс 400. Вы все это знаете. Проблема с работой, проблема с высокими ценами. Ну и очевидно, что члены семьи эту ситуацию не изменят. Они только ухудшат. Поэтому наша задача – показать нашему народу, кем хочет себя заменить на султан Назарбаев. Более того, себя плохого, алчного, жадного, жестокого, заменить на свою дочь дурочку. Вот наш народ должен об этом знать, и уже сейчас мы должны готовить людей к выступлениям. Я еще раз обращаюсь к нашим активистам. Я много раз говорил о том, что нам нужно наращивать, создавать большее количество ячеек. Сейчас на штаб выходит очень много людей. Действительно, ячейки создаются, но скорость все-таки надо усиливать. Я сейчас вижу, что в чате происходит уменьшение. Фактически почти на 35 тысяч человек уменьшилось. Но это не только потому, что люди покинули чат. Там есть такие, которые многие завели, и они в течение какого-то периода, если не активные, то администрация телеграммы их просто автоматически удаляет. Очень много людей просто не активируется, слушают чат, наблюдают за всеми нами, опасаясь репрессии. Я их тоже могу понять, но поэтому ситуация не критичная. То, что у нас чуть больше 60, вместо почти 100 тысяч человек, это не критично. Но в любом случае мы должны усилить нашу агитацию и нарастить численность чата. Эта работа остается прежней, которая была объявлена и ранее. Здесь задают вопрос, если Дорига станет президентом, будет ли кто-то ее вообще слушать и выполнять ее приказы. Да, будут. Потому что сейчас расставляются акимы, министры, именно лояльных, но султану Назарбаеву и Дориге Назарбаеве. Поэтому не должно быть никаких у кого иллюзий. Они везде расставляют свои кадры, они будут подчиняться, эти люди, и будут исполнять приказы, в том числе и Дориги. Здесь еще по Украине говорят, вот нет каких-то радикальных изменений к лучшему и так далее. Вы ошибаетесь. Вы услышите пропаганду Путина, наверное, нашу там в Казахстане. В Украине огромные изменения. Огромные. И они все говорят о том, что к лучшему, скажем. Но другой вопрос, что нынешний президент Порошенко, все равно это не тот человек, который должен был прийти к власти, он обманул ожидания. Все реформы могли и должны проходить быстрее и лучше. Но то, что все равно в Украине ситуация улучшилась, это факт. Но это не заслуга нынешнего президента. Это заслуга народа, который по любому поводу, если они видят несправедливость, сразу начинает реагировать, выходить на улицы и так далее, в отличие от Казахстана. Поэтому там очевидные изменения. Там очень много людей наших живет. Я постоянно держу руку на пульсе. Я хорошо знаю экономику Украины. Я вам могу сказать, что в Украине огромные изменения, чтобы ни у кого не было иллюзии. Свобода человека, права, независимые СМИ, все это есть, в отличие от Казахстана. Там много изменений, огромное количество изменений, не говоря о том, что Украина активно интегрируется в Европу. Свободный визовый выезд. И это способствует притоку инвестиций. Более того, у людей появляется возможность жить в других странах, зарабатывать. Это многого стоит. Здесь у меня задают вопрос, какие будут разборки между командами, в случае, если станет президентом Дарьга. Никаких разборок не будет. Никаких. Потому что заранее сейчас расставляются люди, но султан Назарбаева и Дарьги, в первую очередь, Назарбаева. Бах Султанов сейчас Акимом Астаны стал, Иси Кешев. Сейчас министр финансов будет назначен, креатура, вероятнее всего, Дарьги Назарбаева. И так далее. Жаксибеков, это был не человек Дарьги, его изгнали. Поэтому никаких разборок не будет. Если Назарбаев сейчас приведет успешные выборы, назначит президентом Дарьгу, никакие разборки не будут, никакие команды между собой бороться не будут. Все построятся и будут работать на Дарьгу. Наша задача донести до народа, что Назарбаев хочет привести во власть членов своей семьи. Не имеет значения, Дарьгу или сама Табиша, в любом случае, это будут члены его семьи. И ничего хорошего от этого не будет. Не надо радоваться и говорить, что Назарбаев сейчас сдаст власть или умрет, и все изменится, ничего не изменится. Наша задача убедить наших граждан, что мы должны воспользоваться этими досрочными выборами, быть активными, голосовать против этой семьи, продвигать наших любых кандидатов, любых самых слабых и добиться смены режима, воспользовавшись тем, что будут массовые нарушения при организации этих выборов досрочных. И мы должны организовать народный протест. Вот это важно. Хочу сказать, сегодня, когда я делал объявление, я писал о преимуществах, которые есть у ДВК. Какие у нас преимущества, и как мы будем готовиться? Ну, во-первых, любой член семьи Нурсултана Назарбаев вызывает негативные реакции со стороны общества. Дарьга особенно. И мы поэтому этот негатив должны направить в правильное русло, чтобы добиться смены этого режима именно конституционным путем. Выводом на улицы десятков тысяч тех, кто не хочет видеть во главе нашей страны Дарьгу Назарбаеву или членов семьи Нурсултана Назарбаева. Это первое, что мы должны делать. Если мы говорим о следующих преимуществах, то преимущество наше заключается в том, что все население страны уже устало от управления семьей Нурсултана Назарбаева. Он 30 лет во власти. 30 лет мы слышим только Назарбаев, Назарбаев 30 лет нам рассказывает о том, что наша страна вот завтра-завтра все изменится. 30 лет Нурсултан Назарбаев кормит страну обещаниями. 30 лет он рассказывает о стратегии 20-30, 20-50. Недавно он говорил, вот в шестнадцатом году, да, мы сейчас в кризисе, в семнадцатом начнет улучшаться, в восемнадцатом пойдем вверх, и даст Бог, в двадцатом году будет все здорово. Вы видите, на самом деле, что все ухудшается, стоимость деньги падает, цены растут, цены на нефть выросли, уже за семьи далеко, а зарплата, как была, несколько лет старая, около ста тысяч тенге, так и она осталась прежней. Около ста тысяч тенге, это еще у нефтяников. Вот вы видите, что эта семья, сам Нурсултан Назарбаев только обещает коммунизм, как в свое время Хрущев обещал, в шестнадцатых годах, что в восемнадцатом году будет коммунизм. Так вот Назарбаев тоже, то 20-30, то 20-10, то 20-20, то 20-50, то с 20-го года будет все отлично. И вот так обманывает народ, и ничего хорошего нет у народа, кроме того, что сам Нурсултан Назарбаев и его семья стали миллиардерами, супермиллиардерами, его личное состояние только оценивается около 200 миллиардов долларов США, его дети супермиллиардеры, а народ бедный. Поэтому нам, активистам ДВК, выгодно, что Назарбаев объявит досрочные выборы. И важно то, что мы понимаем и знаем, что выборы обязательно будут досрочными. Ничего не произойдет в 2020 году. Он как минимум за год, за полтора проводит досрочные выборы. Вы проанализируете все выборы, которые были ранее? Именно так. Как минимум за год, за полтора он проводит досрочные выборы. Технологии одинаковые. За несколько месяцев до объявлений выборов он ездит по стране, рассказывает о успехах, в телевидении газеты начинают рекламировать, народ проникается, потом начинает увеличивать зарплаты пенсии, народ еще раз проникается, какие-то такие податчики мелкие делают, и потом раз объявляет выборы. И в этот раз такая же будет прежняя его тактика. Меня спрашивают, если ДВК придет в власти, будете ли вы добиваться безвизового режима в Европу? Во все ведущие страны мы будем добиваться безвизового режима. Но мы для этого должны показать качество нашей политической системы, показать, что мы строим свободную страну, что доминирует именно право, судебная система, закон, не в поддержку одного человека, а для всех граждан. Мы должны разворачивать, показывать, что реформы наши, они близки к тем, которые проходят в Европе. И только тогда Европа развернется в нашу сторону, Европа и США. Поэтому это большая работа. Мы в один день это не сделаем. Но если мы в течение какого-то короткого срока, года-два покажем реформы, будем с ними сотрудничать, то, безусловно, границы будут открыты как, собственно, сейчас у Украины с Европой, так и у нас, с Казахстаном, будут то же самое. Я еще знаю, что входят разговоры, что вот наступит час икс, мы вот час икс выступим. Ну, называют разные даты, например, 16 декабря, час икс или там еще какой-то даты. Час икс не бывает так. Час икс у нас наступит именно тогда, когда мы его будем приближать. Один митинг, второй, наше количество сторонников увеличивается, 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 как было в Армении. И в какой-то момент выходят сотни тысяч людей. А так не будет. Давайте вот 16 декабря объявим час икс, к нему будем готовиться. Люди должны тренироваться, вот как в боксе, чтобы стать чемпионом, получить какой-то результат. Ты тренируешься, выходишь в бои, идешь. Именно в этот день мы стали максимально понимать и чувствовать друг друга. Именно в этот день мы чувствуем плечо наших соратников. Именно в этот день нас поддерживает максимальное количество людей. Именно тогда наступит час икс. Сейчас никто не знает и никто не может назвать эту дату. Час икс наступит тогда, когда мы будем все активными и будем друг друга поддерживать. Вы уже обратили внимание, в истории страны никогда такого не было, чтобы такое количество делегаций приезжало в короткие сроки. 10 мая приезжала первая миссия из Европарламента. Затем летом приезжали депутаты из европейских стран, из Италии, из Швейцарии, из Польши и так далее. Сейчас приехала вторая миссия 17 сентября. Они будут сегодня в Астане, завтра в Алматы. Приезжали международные правозащитные организации, самые различные. Теперь в середине октября будет новая миссия из очень ключевых людей Европарламента. Это о чем говорит, что Казахстан сейчас в зоне внимания международного сообщества. Ситуация в мире сильно изменилась. Вы знаете, что если раньше говорили о санкциях, о международном давлении, все это как-то мимо ушей пропускалось. Но вы посмотрите, что происходит с Россией. Санкции за санкциями. Сейчас эти санкции будут только усиливаться. В ноябре будет новая волна санкции. Это приведет к обвалу рубля. Уже Россия к этому готовится. И мы знаем, что после обвала рубля будет обвал тенге. Это, безусловно, приведет к тому, что жизненный уровень наших граждан резко ухудшится. Одним словом, мы получаем серьезную социальную базу, базу сопротивления, базу тех недовольных людей, которые хотят перемен жизни. И приезд представителей Европарламента, различных европейских делегаций чрезвычайно важен. Это очень серьезный рычаг давления на нашу власть. Да, сейчас идут репрессии, кого-то задерживают и так далее, но я вам могу сказать, что вот если бы такого внимания не было, то этот режим просто так асфальт закатывал бы людей, сажал бы в тюрьмы и все. Но сейчас он осторожничает, штрафует, кого-то предупреждает, запугивает и все прочее. Вы видите, да? И я уже четко вижу тенденцию, что работа международных структур, как ОБСЕ, Европарламента, Соединенных Штатов именно с точки зрения влияния на нашу страну будет усиливаться все больше и больше. И многое зависит от нас, от того, какими мы будем активными. Мы должны рассказывать о тех проблемах, о которых вы сталкиваетесь, кого преследует этот режим, не бояться и выходить открыто. Вот Майгуль Садыкова выходит, да, на нее оказывает давление. Вот Айгуль Акберды выходит, да, на нее оказывает давление. Вы посмотрите, сколько людей уже открыто выходит против этого режима. Когда у нас будут тысячи таких, режим ничего не сможет, ни с кем ничего сделать. Поэтому давайте мы воспринимать будем так европейские делегации не то, что они приехали и должны наши проблемы решить. Они будут нам помогать, если мы будем активно двигаться. Если мы будем спать, режим будет рассказывать о своих успехах и все показывать в красивом цвете. И западные делегации будут приезжать, на них будут одевать халаты и будут уезжать довольные. Потому что не будет видно недовольных. Мы должны проявлять, показывать, что этот режим репрессирует, он обманывает, он шельмует, он сажает людей в тюрьмы, пытает. Мы все это должны показывать. Показывать и не бояться. Я вам скажу так. Недовольство накапливается. Недовольство есть в стране среди населения, огромное. Это же недовольство есть и в Европе, и в ведущих странах мира. Если мы окажем сопротивление этому режиму, несмотря на эти репрессии, то не за горами санкции персональный против султана Назарбаева и его ближайшего окружения. Санкции это уже реальность. Вы знаете, все окружение Путина сейчас под санкциями. Они лечиться не могут. Вот Кобзонов, Кобзон, Йосиф Кобзон, певец, умирал, проклинал Путина. Почему? Потому что его рак в течение многих лет лечили в Америке и в Европе. А после того, как он попал под санкции, западный мир отказал ему и в лечении. Понимаете, да? Поэтому санкции работают и мы должны в случае этих репрессий показать преступный характер действий на султана Назарбаева, показать, как он пытает людей в тюрьмах. Мы все должны это отражать в отчетах, в письмах. Евродепутатам я вас заверяю, что наступит какой-то момент эти санкции заработают против всей политической верхушки страны, которая все свои основные активы держит на Западе или в таких странах, которые прямо подвержены влиянию Запада. Даже Китай сейчас подключился санкциям против России. Почему? Потому что они очень сильно зависят от Европы и США, которые являются их основными торговыми партнерами. И Китай не спасет султана Назарбаева, и Россия не спасет. Поэтому мы должны действовать. В случае усиления репрессии завтра рычаг давления будет в сторону самого Назарбаева и его ближайшего окружения. Нам надо действовать. Вот мне все время приходится пример России приводить. Вы видели, как там жестко полиция избивает людей и так далее. Но десятки тысяч людей выходят по всей стране. И в России больше свобод. Вот там кто-то Навального обвиняет. Как так? Он посидел 30 дней и снова вышел, открыто выходит против Путина, его не убивают и так далее. Его не могут убить только потому, что у него миллионы сторонников. Миллионы сторонников не только внутри страны, но и запад среагируют. Будет мощнейшее давление. И неизвестно, чем закончится тогда вообще жизнь для самого Путина и его ближайшего окружения. Потому что там народ сопротивляется при любых обстоятельствах. У нас полиция даже избивать никого не успевает, берет за ручки. Все идут мирно, что называется, каталажку. Россия сопротивляется. Вот когда наши люди начнут бороться, тогда мы отвоем себе свободы. Тогда мы отвоем себе право на митинги, которые Путин вынужден давать в России своим гражданам, ставить металлоискатели, давать разрешения по всем регионам страны. Не потому, что он добрый, а потому, что народ России борется за свои права, если даже запретят, они все равно выйдут. Понимаете? Поэтому там больше свобод. Не потому, что там Путина кто-то больше любит. Нет. Народ более свободный, более настойчивый и готов бороться за свои права, в отличие от нашего народа. Вот здесь люди пишут, что приехавшим девродепутатам не допускают. Это правда. Но мы распространили их имена, есть их e-mail и так далее. Вы можете выставлять к ним обращения, писать письма, отправлять видео. Мы поможем вам в распространении. И такие обращения должны быть массовые. Понимаете? они должны знать, что они приехали туда, если все тихо, не потому, что там все хорошо, а потому, что полиции никого не подпускают, люди не могут никуда выйти. Даже вот у Евгения Кровец, который в Павлодаре, в синей перчатке, вышел там в домашних условиях на протест, и у него начались обыски и преследования. Мы все это отправили, показали в Европарламент. И такие случаи будут ими анализироваться. Сейчас там оказывается давление Павлодаря на Елену Семенову, оказывается давление на разных людей, как я говорил, Савлегберды и так далее. Поэтому мы все эти факты должны показывать, не прятаться, не пытаться договориться. С этим режимом невозможно договориться, а именно бороться. Поэтому, ребята, давайте готовиться. Давайте готовиться. Даже вдруг он не объявит где-то в ноябре или в конце октября о том, что выборы состоятся в середине декабря, он в любом случае чуть позже но объявит, потому что у него выбора нет. Члены семьи на него оказывают давление, говорят, что папа давай быстрее назначай, готовь нас на эту позицию, иначе вдруг завтра что-то с собой нас разработят на мелкие кусочки. Поэтому у него нет вариантов, как готовить передачу власти членам своей семьи, но при этом при жизни оставаться руководителем страны. То есть фактически он хочет подарить вторую позицию членам своей семьи. И мы это должны воспользоваться, мы тоже должны активизироваться. Недавно мы объявили о том, что начинает работу канал 16-12, сейчас где-то два раза в неделю будет скоро выпуски, потом чаще, практически ежедневно. Мы ищем журналистов, ищем разные видеокадры, аналитиков и так далее. Давайте сотрудничайте, сотрудничайте с каналом 16-12, выходите, все координаты есть, давайте ребята действовать, создавать ячейки, мы будем готовиться к новым акциям, мы о них объявим чуть позже, подберем дату. И еще раз резюмируя, Назарбаев от досрочных выборов не откажется, он может их чуть-чуть отложить, сказав, что вот Облязов голову морочит. Ничего не изменится, он максимум на несколько месяцев отложит. Выборы состоятся, и кого он хочет назначить президентом страны, уже всем ясно. Дорога сейчас будет ездить по всей стране, позиционироваться, рассказывать сказки, ее будет раздувать, появятся другие кандидаты женщины, их будет тоже раздувать. Это все произойдет в ближайшие пару месяцев. Мы должны все это понимать, должны действовать, наращивать нашу активность. Вы все знаете, что наша страна, кроме поставок сырья, ничего больше не делает. Нефть, газ, разные металлы, которые нам достались в наследство производства Советского Союза, зерно, еще что-то. Все. Нет современных технологий. Наши люди нормально не обученные. Образование некачественное. Мы даже свои товары не можем России продать. Не можем продать, потому что, во-первых, ближайший союзник России нас туда не пускает, да и продавать, что называется, нечего, потому что у России при том всем, что тоже плохая экономика, но она более разнообразная относительно нашего. И там все время, если российский рубль будет девальвироваться, наши деньги автоматически будут тоже девальвироваться. Девальвироваться, потому что, если это будет не так, то тогда наше производство будет останавливаться, потому что наши товары будут всегда дороже в долларах относительно российского товара, который производит аналогичный И наше производство будет останавливаться. Поэтому наш национальный банк вынужден будет девальвировать национальную валюту. Вынужден будет. Поэтому просто следите за Россией. Умножайте курс рубля, рубль умножайте на 5-5,5 в этот коридор. И вот в этом коридоре всегда будет находиться тенге. Рубль в ближайшие месяцы будет валиться. Потому что в ноябре будут новые санкции. И до конца года очевидно, что рубль подешевеет соответственно тенге. Соответственно курс тенге уйдет за 400. Это уже очевидно. Это приведет к еще большему массовому обнищанию наших граждан. Это приведет к еще большему обогащению султана Назарбаева и его окружения. Потому что все экспортные предприятия, которые производят сырье, нефть, газ, разные металлы, все находятся в его владении или под его контролем вместе с его партнерами. Поэтому эта девальвация будет их обогащать, а народ будет обеднять. Делать все бедными и бедными. Поэтому с этой семьей нет никаких перспектив. Наша экономика будет сырьевая. Ничего мы не будем производить. И все его сказки о том, что мы там тысячи предприятий новых выпустили, это ерунда все полная. И мы эти 30 лет его слушаем обещанию. Если мы хотим изменить свое будущее, будущее своей страны, если мы хотим перспективы для наших детей, мы должны добиться смены власти и построить новую экономическую сильную страну. Вы посмотрите в Армении, что происходит. Буквально за несколько месяцев управления Пашиняна там идут притоки денежных средств в бюджет страны. Там все меняется. Армения вообще бедная страна. У нее потенциал по сравнению с Казахстаном в десятки раз меньше. Это бедная маленькая Армения делает изменения буквально в короткие сроки. А мы тем более сделаем это еще быстрее. Потому что одна из самых богатейших стран мира Казахстан. Мы просто будем платить людям достойно заработную плату. Как я говорил, нефтяники будут получать минимум полторы тысячи долларов в среднем. А реально зарплата будет в среднем начинаться от трех тысяч долларов. И эти деньги хлынт в нашу экономику. Налоговые поступления резко увеличатся. И все эти деньги попадут именно простым гражданам, которые сейчас нищенствуют в богатой стране. У нас нет вариантов. Мы должны добиться смены режима и воспользоваться предстоящими досрочными выборами. Ребята, я буду выступать сейчас более активно. Завтра я тоже буду выступать. Сегодня тема была досрочные выборы. О том, что должно делать ДВК. Как мы должны готовиться. Резюмирую я еще и скажу так. Мы должны донести до наших граждан, что будет досрочный выбор. Раз. Что Насултан Назарбаев хочет во власть вести свою дочь, сделать ее вторым человеком в государстве. Два. Третье. Мы должны помешать их замыслу и добиться смены режима, воспользовавшись этими выборами. Потому что на них будут фальсификации, будут несправедливые действия властей. Это должно вызвать возмущение нашего народа. И мы должны смести, сменить этот режим. На сегодня я завершаю свой прямой эфир. До встречи, Сава Волгдар. До встречи завтра.